МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. Какие проекты будут выполнены в 2024 году в Ленинском районе по программе «Комфортная городская среда»? Сколько дорог приведут в порядок накануне зимы? Как в районе выстроена работа с семьей военнослужащих, участвующих в СВО? В нашей студии Елена Бондаренко, глава Ленинского внутри городского района Городского округа Самара. Елена Юрьевна, здравствуйте и спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый день. Я всегда рада бывать у вас. Спасибо. Ну, Ленинский район, вот всегда это подчеркиваю, находится в центре города, он считается в определенном смысле ядром, таким центром административной, культурной, деловой жизни города, и поэтому в какой-то степени ситуация в этом районе она показательна вот в целом для города. Началась осень. Ваша оценка, ну, еще три осенних месяца, когда можно активно работать, но тем не менее, вот ваша оценка, что было важного сделано в районе? Самое важное, это то, что были продолжены работы в этом году по реализации очень ожидаемых проектов благоустройства по заявкам жителей. В первую очередь, это по программе формирования комфортной городской среды. У нас в этом году работы проводятся на 15 адресах. Проект содействия традиционно реализуется. В этом году у нас три площадки по этому проекту реализуются. И инициативные проекты тоже у нас в этом году реализуются. Один проект за счет бюджетных средств и один проект за счет средств социальных партнеров. Если нарастающим итогом рассмотреть, сколько мы за период с 2018 года реализовали таких проектов, то это 105 дворов попало под благоустройство из 263 дворов в Ленинском районе. Цифра значительная, большая. Есть проекты, где предусмотрены большие объемы работ и установка спортивного, детского и игрового оборудования и устройства травмобезопасного покрытия резинового, асфальтирование проездов, устройства парковочных мест и другие масштабные работы. Вот таких больших проектов у нас пять. А есть небольшие проекты, которые предусматривают установку лавочек, урн, вазонов и освещение, и озеленение. Поэтому разные действительно проекты, и мы надеемся, что в ближайшее время подрядчики завершат эти работы. Вот, кстати, а как их контролируете? Потому что важнейший вопрос – сроки. И, наверное, еще более важный, вот на мой взгляд, как жителя, еще более важный вопрос – это качество. Потому что срок он может его сдать, но если там через полгода будет все сыпаться, ну, извините, это плохо. Да, здесь я хочу сказать о том, что контроль качества выполнения работ, он трехступенчатый. В нем принимает участие уполномоченная служба администрации района, независимая организация, которая осуществляет по контракту контроль за выполнением работ. И, конечно, жители, которые тоже активно принимают участие в ходе выполнения работ, контролируют, проверяют. И хочу сказать, что действительно очень активно участвуют в этом процессе. Очень жестко предъявляют требования. Безусловно, подрядчики устраняют, но, к сожалению, приходится констатировать, что допускаются нарушения сроков подрядчиками. Не все выполняется в заданные сроки в соответствии с графиками. Поэтому мы применяем санкции, предусмотренные действующим законодательством, претензии направляем, штрафы и обращаемся в прокуратуру для применения мер прокурорского реагирования. Но в итоге мы добьемся результата, чтобы все работы были выполнены и жители были удовлетворены. — А, кстати, вот тогда такой вопрос, вот мне, знаете, даже как жители, хотя не Ленинского района, но тем не менее. Вот на ваш взгляд, а почему вот так происходит? Почему у подрядчиков так бывает? Они просто пытаются взять больше объемов, чем могут, ну, переварить, что называется, вовремя сделать? Потому что вот я замечаю, когда люди там делают дорогу, например, условно говоря, выдернули бордюры, сложили их в кучку около дороги. И вот эти бордюры могут, ну, почему их не ввести сразу, у меня мысль там первая. Вот это с чем связано? — Конечно, я бы это назвала культурой подрядчиков при производстве и выполнении работ. Пока это хромает. — То есть воспитывать надо? — Да, их надо воспитывать, безусловно, заставлять. Потому что, на самом деле, жителям очень сложно пройти вот этот этап, когда выполняется работа. Действительно, очень сложно, когда идет вскрытие тех же проездов, тех же вот входных групп, возникает неудобство в передвижении. И вот этот самый тяжелый момент, когда действительно от подрядчиков требуется минимизировать неудобства для жителей и выполнить работу в кратчайшие сроки для того, чтобы вот этот период некомфорта прошел безболезненно для жителей. Но, к сожалению, все равно возникает недовольство, потому что действительно эти работы, они сами по себе представляют из себя не что иное, как сначала надо разрушить, а потом уже построить. Поэтому в любом случае это процесс непростой. Наша общая задача — заставить подрядчиков выполниться как можно в кратчайшие сроки с минимальными неудобствами для людей. — Согласен. Вот вы отметили, что у вас уже в той или иной форме было отремонтировано более 110 дворов, если я вот правильно. — 105 дворов. — 105 дворов. А всего их... — 263. — То есть получается, сейчас на сегодняшний день в районе почти половина дворов уже в таком вот хорошем состоянии, я правильно понимаю? — Все правильно, да. Вот мы проводили встречи с общественным советом микрорайонов, практически со всеми мы провели эти встречи. И когда я задавала в зал вопрос «поднимите, пожалуйста, руку те, к кому мы еще не пришли с благоустройством», и из большого зала 4-6 рук было поднято. То есть на самом деле за этот период проведена большая работа, а в те дворы, в которые мы еще не попали с благоустройством, мы тоже с жителями проводим эти встречи для того, чтобы помочь им подготовить новые заявки для продолжения этой работы. И действительно результатом нашего совместного взаимодействия является то, что сейчас заявки подаются, и мы намечаем план работы на ближайшие годы. — Это имеется в виду программу «Твой конструктор двора» или не только? — Не только. У нас благоустройство в настоящее время во дворах осуществляется по трем направлениям. Первое — это программа формирования комфортной городской среды. Второе — это проект содействия. И третье направление, раньше называлось «Твой конструктор двора», сегодня это называется «Инициативные проекты». Вот по этим трем направлениям мы помогаем жителям составить заявки, подать их своевременно для того, чтобы максимально выполнить работы на территории района. Не только за счет бюджетных средств, но и мы подаем заявки для того, чтобы на конкурсе победить с нашими проектами и получить внебюджетное финансирование на их реализацию. Мы уже проходим этот путь, проходили. В прошлом году у нас были выполнены проекты, инициативные за счет внебюджетных источников. И в этом году уже реализовали интересный проект о зеленении на углу Молодогвардейской и Ульяновской. Очень интересный проект с устройством декоративных камней. Я смотрю, жители, которые проходят мимо, они получают удовольствие от этой площадки. Беречь ее еще нужно, чтобы люди... Да, самое главное — беречь. Чтобы цветы не выкапывали, деревья не ломали и так далее. Да, здесь, к сожалению, вот тоже хочу привести пример. В прошлом году аналогично мы выиграли проект о зеленении на улице Маяковского. Это угол из Галаксионовской. Тоже сделали такую красоту. Но вот, к сожалению... Нашлись? Нашлись те, кто выкопали. Гортензии. Конечно, вот... Видеокамеры. Вот видеокамеры, к сожалению, я не вижу другого рецепта. Да. Мое личное оценочное мнение. И потом жестоко... Жестоко наказывать. Даже не жестко, а жестоко. Публично. Вот все, что можно, вот как можно только наказать жестко, так и наказать. Согласна, да. Потому что случай вандализма... Это вандализм, да. Это вандализм. Это не только разрушение объектов, воровство, но и нанесение граффити. То есть, действительно, вот такая красота создается для детей, для взрослых. Это надо жестко наказывать. Жестко надо наказывать. Потому что это, я считаю, что это поливок просто вот в людей, в общество. Ну, иначе здесь... Да, мы направили обращение... Надо искать и наказывать. Для того, чтобы действительно устанавливали в рекамеры. И это будет одним из действенных методов, на мой взгляд, который позволит воспитывать людей. Воспитывать людей. Ну и плюс это безопасность. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается немножко другой темы. Это развитие спортивной жизни в районе. Затем продолжим нашу беседу. Баскетбольные кольца и ворота для мини-футбола уже ждут первых посетителей спортивного модуля в Ленинском районе Самары. Объект создается по новому типовому проекту. Таких в стране всего три. Быть первопроходцем в строительстве такого объекта значит столкнуться с большим количеством вопросов и сложностей, нежели работать уже зная опыт предшественников. Чтобы запустить модуль в работу, нужно решить несколько вопросов, в том числе связанных с документацией. Для этого прошло выездное заседание на объекте с участием главы Самары Елены Лапушкиной, депутату Госдумы Александра Хинштейна, представителей профильных министерств и департаментов. Внутри спортивного модуля будет универсальный спортивный зал. Здесь могут тренироваться как представители игровых видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, так и представители единоборств и музыкально-танцевальных дисциплин, чир-спорт и художественная гимнастика. Сейчас уже составляют расписание секций и тренеров по месту жительства, которые будут занимать зал. У нас большую часть времени, практически, наверное, процентов на 90, будут занимать наши муниципальные спортивные школы. Соответственно, эти школы занимаются детьми бесплатно абсолютно. Поэтому любой желающий может подать заявление, соответственно, попасть в спортивную школу и заниматься как на этом объекте, так и на других спортивных объектах нашего города. Работы проведут и снаружи. Территорию вокруг благоустроят. Здесь появится открытая площадка с тренажерами, а также детская игровая зона. По просьбам жителей, взамен той, что находилась на этой территории до строительства спортивного объекта. Елена Юрьевна, вот замечательный, на самом деле, объект, очень к месту, очень вовремя. На каком этапе сейчас находится работа, когда вот по полной программе начнут работать? Объект долгожданный. Жители очень ждут открытия. И в настоящее время заказчиком на данный этап, который сейчас выполняется на объекте, является департамент городостроительства городского кога Самары, который в настоящее время ведет работы, организовал работы по подключению к сетям. И после подключения к сетям объекта будет выполнено итоговое благоустройство. Вот как раз и с созданием, с установкой площадки тренажеров, и обещают детскую площадку тоже на этой территории. Поэтому мы ожидаем, в этом году пообещал департамент городостроительства, что все работы будут выполнены. Объект на контроле у всех, поэтому я считаю, что должны справиться. Ну, значит, должны, раз объект на контроле, конечно. Вот если говорить как раз об объектах, которые на контроле, важнейшие объекты – это дороги. Впереди зима. Вот давайте поговорим о том, какие дороги приводятся в порядок, приведены в порядок. И еще немножко времени есть, а будут приведены в порядок накануне зимы. Да, я расскажу. В этом году нам всем районам повезло, потому что благодаря решению руководителя региона, Вячеслав Андреевич Федорищев, было принято решение о выделении дополнительных средств районам, для того, чтобы мы смогли максимально выполнить работы по ремонту дорог. Действительно, в рамках того финансирования, которое было предусмотрено нашими бюджетами, мы не смогли в полном объеме обеспечить выполнение работ в требуемых объемах. Поэтому, когда Вячеслав Андреевич увидел многочисленное обращение людей, мы, в свою очередь, направили заявку на средства, которые требуются для выполнения большого объема работ. Вопрос был решен, и в настоящее время у нас на часть дорог уже выделено средства, и мы уже растроговались на дополнительные средства. И вот в настоящее время еще по одному траншу у нас в торгах находится документация, и еще на один транш тоже мы сейчас направляем на размещение заказа документацию. И таким образом у нас, если в начале строительного сезона мы выполнили карточный ремонт по 13 адресам, 13 дворах, и запустили комплексное благоустройство, это большие объемы, в пяти дворах, то благодаря тому, что выделены дополнительные средства, мы еще сможем сделать ремонт проездов в 24 дворах и выполнить комплексный большой ремонт еще в четырех. То есть это значительные действительно объемы, и мы благодарим руководителя региона за такое принятое решение, которое максимально позволит нам обеспечить до завершения строительного сезона выполнение этих работ. Вот еще один важнейший вопрос, то есть вот, ну, на мой взгляд, их вот дороги и второй, ну, может быть, даже, кстати, и первой по значимости, это отопление. Впереди отопительный сезон, времени осталось уже на самом деле немного, осталось, ну, месяца полтора, я так подозреваю максимум. Вот как готовится район, что делается, что с паспортами домов, там при подключении и так далее. Я сейчас расскажу, да. У нас в Ленинском районе 1137 домов. На сегодняшний день по ним по всем проведена прессовка, то есть внутренняя готовность инженерной сети в полном объеме обеспечена. Также в полном объеме обеспечена готовность социальных объектов и больниц, и садиков, и школ, и объектов культуры. Помимо этого, проведена работа по так называемому чек-листу. 560 домов комиссионно проверены, выявлено 10 замечаний по подготовке комиссии, но надо отметить ради объективности, что эти 10 замечаний касаются не внутренних сетей домового инженерного оборудования, а замечания есть по отмостке, доводчик на двери не работает. Вот такие замечания, которые устранимы, и сейчас управляющие компании их устраняют. Кроме того, все многоквартирные дома проходят через паспорт готовности объекта. Вот об этом я и говорила. Паспорта готовности тоже на 90% уже готовы. Здесь у нас эта работа проводится под координацией и руководством Департамента городского хозяйства и экологии. И в настоящее время тоже все остальные паспорта готовности в работе и в ближайшие дни тоже через комиссию пройдут. Поэтому можно сказать, что подготовка к топительному сезону по умным квартирам, домам и объектам соцсферы прошла в штатном режиме. В настоящее время и итогом можно сказать, что готов Ленинский район к топительному сезону. Ну это уже здорово. А сети тоже уже все, что нужно было, сделали? По сетям сейчас ПТС завершает. Есть адреса, где они завершают еще работы, но они, безусловно, их до наступления от топительного сезона завершат. Здесь сомнений нет. Традиционно мы надеемся, что Ленинский район справится с этой поставленной задачей. Управляющие компании как ведут работу? Ну понятно, что вот в том числе подготовка домов, опрессовка-то их работы, но не только. Вот они как готовятся? Подготовка к зиме включает не только готовность инженерных сетей дома, но и подготовку бригад, которые будут чистить кровли. Вот у нас Ленинском районе. А у вас район старый? Старый, да. Много скатных кровель, да, поэтому 25 бригад у нас уже подготовлено. Традиционно эти 25 бригад ежегодно справляются с объемами. Кроме того, заготовлено у нас управляющими компаниями 85 тонн противоглоледных материалов. А, то есть реагенты уже заготовлены? Уже заготовлены, да. И МБУ Сахтоп, который осуществляет содержание незакрепленных территорий, также подготовил. Противоголедный материал 16 тонн подготовлено. Заключены договоры на вывоз снега. МБУ Сахтоп уже... А как будете? Куда будете вывозить? У нас вывозятся на полигоны, которые официально функционируют в Самаре. Но я говорю о заключенных договорах только в отношении незакрепленной территории. И здесь вообще надо сказать о том, что у нас вывоз снега и зимнее содержание осуществляет уполномоченные за соответствующую территорию органы. За уличную дорожную сеть отвечает заказчик Департамент городского хозяйства и экологии, который тоже заключил договоры и будет осуществляться вывоз в соответствии с обязанностями по своей территории. По незакрепленной территории у нас отвечает МБУ Сахтоп, бюджетное учреждение Ленинского района. А за внутридворовые территории отвечает управляющая компания ТСЖ. И при этом в соответствии с законодательством решение о необходимости вывоза снега осуществляется на общих собраниях. Собственников помещений на квартирах домов. 444-м решением Думы Городского Курга Самары предусмотрена возможность не вывозить снег, если есть во дворах место для его складирования. Складирование снега может осуществляться на газонах и других территориях, которые не препятствуют проходу граждан и проезду машин. Поэтому каждый двор, каждый дом принимает решение сам вывозить снег, либо нет. Потому что это затраты. Это, конечно, затраты. И в базовый тариф эти средства не предусмотрены, не входят. Поэтому каждый принимает решение, каждый дом принимает решение самостоятельно. я знаю, что в ТСЖ у нас практически все принимают решение, что снег вывозят в полном объеме. По домам у нас 99 ТСЖ на территории Ленинского района. Большинство из них принимает такое решение. А 59 домов под управлением управляющей компанией. Здесь таких решений практически не принимается или принимается по факту, когда уже накапливается большое количество снега во дворе и жители принимают такое решение. У нас потому, что не в каждом дворе, к сожалению, есть возможность где сладировать снег. Есть стесненные дворы, небольшие дворы. Поэтому все, конечно, это индивидуально. Ну, согласен. А штат дворников, кстати, как? 176 человек у нас штат дворников. Есть вакансии, но управляющие компании дают цифру 170 человек по факту есть. И мы надеемся, что будет заполнен штат. Ясно. Леновик, наверное, самый важный вопрос на сегодняшний день это как выстроена в районе работа с семьями мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Потому что сейчас важнее этого вопроса нет. Это действительно важная часть нашей работы. вы знаете о том, что у нас благодаря созданной системе цифровизации паспортов, создана единая платформа, в которую включены все социальные паспорта по семьям военнослужащих. У нас в Ленинском районе 131 такой паспорт. Существует 294 члена семьи в системе нашей ответственности. И мы работаем совместно с другими органами власти, с уполномоченными органами для обеспечения всех нужд членов семей, участников специальной военной операции. А вопросы эти, они разные. это может быть и психологическая помощь, медицинская помощь, помощь и содействие по вопросам ЖКХ, вопросах обучения. Вот совершенно разные бывают иногда ситуации, и мы подключаемся к решению этих проблем для людей и оказываем помощь. Конечно, мы занимаемся еще и вовлечением членов семей в общественную жизнь, в культурную жизнь, это и предоставление билетов на различные мероприятия, которые проводятся у нас на территории района, и организация мероприятий для детей больнослужащих. И здесь мы благодарим всех социальных партнеров, которые принимают участие в этой работе, потому что вот даже елку желания провести акцию ежегодную, социальные партнеры тоже нам и подарки предоставляют, поэтому благодаря такому совместному волонтерскому движению мы можем максимально помогать таким семьям. Кроме того, у нас еще есть работа по сбору помощи военнослужащим, у нас тоже на постоянной основе, у нас есть общественные организации, которые занимаются этим действительно на постоянной основе, и наши депутаты, которые не только предоставляют материальную помощь, автомобили, дорогостоящую технику, которая нужна в зоне специальной военной операции, но и сами возят ее непосредственно для вручения нашим бойцам. Вот у нас Денис Рафаэльич Нурсафин, депутат Ленинского района, он даже получил боевую награду за неоднократные поездки в зону специальной военной операции, где он не только передавал помощь вот такую техническую, но и оказывал помощь как врач, потому что он еще и врач, и вот даже понадобилось ему помогать и по основной профессии. И я могу перечислять список этих людей, которые действительно реально помогают на постоянной основе. У нас есть Вера Виноградова, которая возглавляет фонд «Источник веры», и помимо того, что они помогают детям с ограниченными возможностями по здоровью, они еще и создали фонд, который помогает военнослужащим в зоне специальной военной операции. И очень много людей вовлекаются в эту работу. Работа проводится на постоянной основе. Спасибо за интересную содержательную беседу. Всегда рады вас видеть. Приходите. Ну и спасибо за то дело, которое вы делаете. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии была Елена Бондаренко, глава Ленинского внутри городского района, городского округа Самара. Удачи в делах. Всего вам доброго. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok